Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И сегодня я хотел бы поговорить о некоторых трюках, облегчающих нахождение равнодействующих сил в задачах гидростатики, а иногда и в задачах гидродинамики, где появляются гидростатические соображения. По комментариям зрителей нашего канала я вижу, что некоторые из этих зрителей к такого рода трюкам относятся с подозрением. Ну и я надеюсь, что мои рассуждения позволят эти подозрения хотя бы отчасти развеять. Я начну с совсем простого мысленного опыта, который будет происходить на космической станции в состоянии невесомости. И воздух при этом на станции есть, ведь космонавтам надо чем-то дышать. И давление этого воздуха я обозначу буквой П. И пусть там внутри станции в невесомости поплавает. Тело некой сложной формы. Ну и соответственно, на поверхности этого тела действуют силы давления. И спрашивается, а чему равна равнодействующая этих сил? Ну и тут, конечно, с одной стороны, можно долго интегрировать по поверхности, а с другой стороны, мы ответ знаем сразу. Равнодействующая этих сил равна нулю. Но в самом деле, если бы она не была равна нулю, на тело бы действовала со стороны этих сил. Как бы некая сила суммарная, которая бы его двигала, разгоняла. А спрашивается, а с чего ради здесь такой силы быть? Ведь она будет перемещать тело из одного положения в другое, которое от первого ничем не отличается. Там действуют те же самые силы, так и до вечного двигателя недалеко. Ну, понятно, что такое тело двигаться не будет. Оно так и будет там висеть. Ну и это базовое соображение. Мы его будем применять дальше. А сейчас я задачу несколько модифицирую. Я к этому телу приделаю такую ножку площади С. А это у меня будет поверхность какая-то. Ну, например, стенка станции. И теперь я спрошу, а с какой силой... Вот, ну, тут еще надо нарисовать вот такие силы давления, да, которые на боковуху действуют этой ножке. А с какой силой все вот эти силы прижимают это тело к поверхности? Ну, и снова, с одной стороны, можно интегрировать, как бы находить вот долгий расчет производить. Но у нас есть и простое соображение. Мы можем сказать, а если это тело плавает в стороне от поверхности, но с ножкой, то тогда надо сюда добавить еще вот такие силы давления, которые на ножку действуют. И теперь, по нашим предыдущим соображениям, равнодействующая всех вот этих сил, включая те, которые действуют на торец ножки, равна нулю. А это значит, что все силы, действующие на вот эту поверхность, кроме торцевой, уравновешиваются силами давления, действующими на торцевую поверхность. Ну, и это означает, поскольку мы знаем, силу, действующую на торцевую поверхность, она просто-напросто равна давлению, умноженному на площадь этой поверхности. То тем самым и равнодействующая всех вот этих сил, она направлена вниз, она прижимает это тело к стенке, и величина этой силы есть произведение давления на площадь сечения. Вот так мы обошлись без какого-либо интегрирования и нашли результат. А теперь мы перейдем к закону Архимеда. И вот у меня тело, погруженное в воду, и на поверхности этого тела действуют силы гидростатического давления. Причем теперь, чем глубже, тем величина давления больше. Оно пропорциально глубине, P равняется ROGH. И спрашивается, а какова равнодействующая всех этих сил давления? Ну и опять же, можно разбивать поверхность тела на кусочки, а дальше интегрировать. Но можно этого не делать, а сказать себе. А давайте представим, что тело, которое погружено в воду, оно само водяное, имеет такую же плотность. Да вообще это просто кусок воды, который мы мысленно выделили среди всей прочей воды. Ну и понятно тогда, что эта вода никуда не будет двигаться. А это означает, что сумма всех сил, действующих на это выделенное, водяное тело, ну и вообще просто равна нулю, правда? И какие силы действуют? Ну с одной стороны, на это водяное тело действует сила тяжести. Вот я сюда приложу. А с другой стороны, действуют все вот эти силы давления. И равнодействующая этих сил должна уравновешивать силу тяжести. А стало быть, она имеет такую же величину? Ну и мы доказали, закон Архимеда, на тело, погруженную в воду, со стороны воды действует выталкивающая сила, равная весу воды в объеме этого тела. Но тут есть, кстати, еще один момент. Мы доказали нечто большее, чем обычная формулировка закона Архимеда говорит. Мы еще доказали, что эта сила, она приложена. Ну вообще говоря, она приложена и действует вдоль той же прямой, вдоль которой действует и равнодействующая, замечу я, сил тяжести. Ведь у нас притягивался каждый кусочек. Значит, здесь у нас где-то имеется центр масс. Вот я его помечу. К нему мы обычно прикладываем воображаемую равнодействующую, то есть вес этого тела. А Архимедова сила, ну я мог в любое место приложить. Но вообще-то есть некий смысл прикладывать ее тоже к центру масс вот этого водяного куска. Ну и я хочу задать вам вопрос. А как вы думаете, в чем состоит этот смысл? Ну подумайте. Посмотрите. И ваши ответы на этот вопрос пишите в комментарии к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok